Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория! И сегодня в видео я хочу показать вам свои пустые баночки за июнь. Всем, кому интересно такое видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Но на самом деле пустых баночек накопилось за полтора месяца. То есть это июнь и две недели июля. Не смогла я вам раньше показать полностью баночки за месяц, поэтому решила их не дробить и вам сейчас все покажу и наконец-то от них избавлюсь. И сейчас хочу рассказать вам сразу, что я использовала сегодня в макияже. На губах у меня помада от Фаберлик Рената и это оттенок незаурядный каштановый. Я вам обещала, что в этом видео нанесу этот оттенок и покажу вам, как он смотрится. Артикул оттенка 40292. Очень красивый такой красно-кирпичный оттенок, он яркий. Вы знаете, в принципе, если много не разговаривать, то он на губах не плывет. То есть как у красного, здесь вот такого растекания помады нет, так как она немножечко плотнее. Но все-таки все равно она не такая вот однородная, например, как ягодный оттенок, как вот у нас розовые оттенки, бежевые, то есть те, которые посветлее в этой линейке. И вот так смотрится сам оттенок. Очень красивый, насыщенный. Конечно, это не летний оттенок, это больше такой осенний-зимний тон. Но вот обязательно буду ею пользоваться. Я люблю такие оттенки помад и буду пользоваться с огромным удовольствием. Сейчас в конце видео я посмотрю, как она будет себя вести на губах, если много разговаривать. На глазах у меня те же самые тени, та же самая двухцветная палетка 54-48, нежность, лепестков. Так, девчонки, если будут какие-то посторонние звуки, у меня открыто на стеж окно, поэтому не обращайте внимания. Итак, давайте смотреть. Я буду шуршать, видео будет длинное, так как пакет очень большой. Я уже прям жду с нетерпением вам их показать и наконец-то от них избавиться. Итак, первое, что покажу, это вот такая парочка. Это серия Дом Фаберлик, новая линейка Бэби. И мне в этой линейке очень понравился концентрированный гель для стирки белья. Он прекрасно отстирывает, прекрасно выполняет все свои функции, поэтому я им очень довольна и имеет тонкий аромат. И второй продукт, это кондиционер для детского белья с алоэ вера. Мне он очень, девчонки, понравился. Он настолько великолепно смягчает, хорошо смягчает и постельное белье, и полотенце. Но это серия детская, поэтому здесь добавлено больше смягчающих компонентов и великолепно работает. Очень тонкий аромат, ненавязчивый. Я довольна этим продуктом. И у меня еще будет второй, где-то вот в пакете вам покажу. Так как все-таки полтора месяца и средства были переходящие из месяца в месяц. Закончилось у меня несколько зубных паст. Так, сейчас, что будет попадаться, буду вам показывать. Первая зубная паста, это 200% концентрированная. Она прекрасно пенится в полости рта. За счет этого я ее люблю. Конечно, здесь не такой сильный аромат мяты. Есть фаберлик посильнее, вот обжигающий такие вот мятные отдушки. А здесь он средний. Но мне нравится эта зубная паста. Также закончилась у меня зубная паста White Plus. Одна из моих любимых. Я ее чередую. Либо пользуюсь ею по утрам, а на ночь использую 200% или какую-то другую. Либо использую, допустим, недельку эту пасту. Затем ее меняю. Так как нельзя пользоваться долго отбеливающими пастами. Небольшой отбеливающий эффект все-таки есть в этой пасте. Поэтому мне она нравится. И там есть специальные вот такие вот отбеливающие частички. Следующее, что закончилось, это будет кусковое мыло. В июне у меня не было горячей воды. Поэтому, конечно же, было целесообразно использовать кусковое мыло. И его закончилось много. Я люблю покупать мыло Палмалиф, помимо Фаберлик. Первое мыло это алтайские травы. Это мыло идет на травах. И в его составе есть скрабирующие частички. То есть, когда вы принимаете душ, то действительно мыло немножечко скрабирует. Ну, конечно, когда воды не было, прям очень хорошо. Заодно и скраб, и вот мыло мне нравится. И здесь такой травянистый, очень приятный аромат. Второе мыло это огурец и зеленый чай. Такой освежающий, приятный аромат имеет. Закончилась у меня еще одна зубная паста. Это мягкое отбеливание, это кислородная линейка. Также люблю использовать эту зубную пасту. Сейчас в каталоге она идет по выгодной цене. Кстати, и отбеливающая паста тоже идет бонусом за покупки. Дальше, следующее мыло, которое закончилось, это мыло Палмалиф с оливой. Интенсивное увлажнение. Вы знаете, вот мыло Палмалиф, чем мне нравится, у него великолепные отдушки. Оно не раскисает также. И это мыло остается на коже. То есть, в течение какого-то времени, где-то минут 15, на коже слышен аромат этих отдушек. И оно не сушит кожу. Следующее, что у меня закончилось, это бальзам для стоп «Гладкие пяточки» из серии «Фаберлик Эксперт Фарма». Чем он примечателен? То, что в нем содержится 30% глицерина. Поэтому этот бальзам великолепно ухаживает за проблемными пяточками, которые склонны к растрескиванию. Я вам уже говорила, что я свои пятки восстановила с помощью пемзы от «Фаберлик» с черной ручкой двухсторонней. И теперь я прям не ленюсь, даже если ленюсь, забываю. Уже вот я легла спать, я все равно встаю и использую на свои пятки на ночь этот бальзам. Великолепно работает. Вы знаете, в начале каталога его не было на складе. У меня заказывали его и клиенты. Но вот я вчера делала третий заказ уже по десятому каталогу. Взяла две новинки. Новинок будет в 11-м очень мало. И увидела, что появился на складе бальзам. Поэтому кому нужен, девчонки, проверяйте на своих складах. Надеюсь, что у вас тоже он появился. Следующее, что у меня закончилось, это два протеиновых батончика, которые я наконец-то попробовала. Это батончики «Фаберлик». Один у нас идет с кокосом, а второй идет с шоколадом. Вы знаете, мне не понравились оба. Даже, наверное, я больше люблю шоколад, поэтому, скорее всего, больше к шоколадному склоняюсь. Но кокосовый тоже очень вкусный. И вот эти батончики действительно великолепно насыщают, утоляют чувство голода. И кто занимается спортом, если вы на диете, то эти батончики будут к месту, так как у них меньше калорий. Но, вы знаете, все-таки я считаю, что один минус у этих батончиков – это завышена цена. 79 рублей в каталоге минус скидка. Где-то рублей 60 с небольшим получается один батончик. Все-таки дороговато. Если бы они стоили чуть дешевле, я думаю, что многие бы, наверное, с огромным удовольствием запасались бы больше этими батончиками. Следующее, что у меня закончилось, это пенка «Гардерика». В компании «Фаберлик» для умывания я использую три пенки. Это «Гардерика», «Реноваш» и «Оксиологит». Ну, я их чередую. Очень люблю пенку «Гардерика». Она экономна, как и остальные пенки. Если вы еще используете конжаковый спонж, то для умывания достаточно одного нажатия. Но это вот если по утрам. Если для снятия макияжа где-то 2-3 нажатия и удаляет великолепно остатки туши. В общем, я довольна этими средствами. Они очень экономные. Где-то месяца на 2-2,5 такого флакончика мне хватает. Закончилась у меня еще одна новинка. Каталога номер 9. Это новый шампунь «Ботаника». Появились у нас новые шампуни и бальзамы «Ботаника». И вот из этой серии я использовала шампунь «Бальзам 2 в 1» укреплений и блеск. Который подходит для всех типов волос. Масло, крапива и липовый цвет. Очень приятный, освежающий аромат имеет. И вот эта серия, где у нас шампуни 2 в 1, они идут кремовые. Остальные гелевые, прозрачные. Но они тоже хорошо отмывают, вымывают и не путают волосы. Но, вы знаете, я вам всегда говорю, что у меня волосы длинные. И вот для моих волос все-таки маловато. Вот средства 2 в 1 я всегда использую дополнительно бальзам или маску. В этом случае я использовала к этому продукту бальзамы серии «Этноботаника». Покупала его по распродаже и пользовалась с огромным удовольствием. Очень хорошие бальзамы были в этой серии. Но вот новые, они ничуть не хуже. И новые бальзамы еще обогащены кислородным комплексом «Пирфтор де Калин». Поэтому все-таки считаю, что компания улучшила компоненты в новых бальзамах в серии «Ботаника». Вы знаете, я даже когда ездила отдыхать на море, то я в позапрошлом году с собой тоже брала 2 в 1 шампунь, но только серия «Биоарктик». И я пожалела, что не взяла маску или бальзам. Я прям приехала домой через неделю и давай быстрее на волосы наносить маски. Тем более еще была соленая вода и все-таки мне не хватало этого эффекта на волосах. Поэтому всегда все равно к продуктам 2 в 1 я приобретаю маски или бальзамы. Дальше следующее, что у меня закончилось, это будет «Дезодорант Дафф Инвизибл Драй против темных следов». Мне он очень нравится, у него нежная отдушка. Мыло «Палмолив» с ароматом орхидеи. Тоже такой приятный очень аромат. Дальше закончилось у меня средство от «Сингара». Сейчас кто-то, наверное, вздохнет. У меня было еще это средство в запасах. Это биологические перчатки, спрей для рук. Вот когда не хочется каких-то кремов наносить на руки, то меня он спасал. Он хорошо заживляет ручки, обладает антибактериальным эффектом. В общем, убивает, устраняет болезнетворные бактерии на руках. Я прям очень довольна этим продуктом. Еще один у меня есть в запасах. Но я знаю, что «Сингара», по-моему, есть отдельный сайт. Если поищите в интернете, я думаю, что можно заказать, если вам очень запали в душу какие-то их продукты. Следующее, что закончилось, это мыло «Джонсонс». Тоже люблю эту линейку. Это мыло детское, перед сном написано, с ароматом лаванды. Действительно успокаивает, расслабляет и очень приятный нежный аромат. Дальше следующее, что у меня закончилось, это будет еще одно мыло. Это мыло «Новинка» недавняя «Фаберлик». Мыло, устраняющие запахи. И новинка, так как это новый аромат экзотических фруктов. Очень приятный. Вообще, для кухни я люблю больше фруктовые. Но, вы знаете, я заметила, что все-таки мои самые любимчики – это с яблочком, с цветочным, с фруктовым ароматом. И вот такое голубенькое с цветочным. Вот, наверное, два таких любимчика у меня в этой линейке. Следующее, что у меня закончилось, это будет масочка «Ботаника». Эти маски, вы знаете, конечно, они не дают такого мгновенного эффекта, как это делают тканевые маски. И это делают маски у нас, допустим, «Гардерика» в баночке. Но, как дополнительный уход, особенно утром, когда вы умылись, нанесли эту маску, принимаете душ, и маска в это время поработала. Как дополнительный уход, они, в принципе, неплохие. Хочу показать вам две полосочки. Показывала вам заказ по 10-му каталогу. Немножко вас запутала, девчонки. Я просто подзабыла, как они наносятся, эти маски. Дело в том, что у меня как-то были до этого эти маски, долго пролежали в ванной, и затем я просто за них забыла даже. Достала, хотела воспользоваться, смочила нос. А маску клею, а она не клеится. То есть, либо у нее высох вот этот вот как-то клейкий слой, который приклеивается и работает на коже, либо вообще, может быть, такая партия была, я не знаю. И вот почему я запаниковала. Я увидела, что маски от августа 2017 года. И просто вот я решила размочить. Ну, я тогда получилось так, что не использовала. То есть, я и не воспользовалась на, допустим, зону носа. Просто я намочила и посмотрела, клеится она или нет. Клеится великолепно. Вот одну я так вот использовала, выбросила. А вторую по назначению, вот на область носа я использовала. Хорошо чистят. У меня, ну, наверное, очень мало вот этих черных точек. А у кого их много, вот особенно подростковый возраст, они неплохо работают. Если особенно вот несколько раз процедуру эту повторить, то, в принципе, неплохие. Очищаете, допустим, нос, лоб, подбородок и на влажную кожу наносите на 10-15 минут. Эти маски, они высыхают и затем их удаляете. Еще один продукт, который мне очень нравится, это жидкое мыло. Мыло из серии Проруки. Увлажнение и смягчение. Это мыло идет с алоэ вера, депантенолом и алантаином. Прекрасно увлажняет, не сушит. Приятный аромат, тоже очень довольна. Еще одно кусковое мыло, это Дикая Африка. Мне нравится его аромат. Здесь такой аромат унисекс, но он очень приятный. Дальше, что хочу вам показать. Закончилось у меня 3 новых тканевых маски. Я до этого использовала маску увлажнение и обновление. И вот вчера буквально решила попробовать маску Детокс. Мне она очень понравилась. В составе этой маски экстракт винограда, ретинол. И эта маска обладает мягким отшелушивающим действием. Поэтому поначалу она может немножечко пощипывать. Вы знаете, когда только нанесла, первые 2 не пощипывали. А вот это немножечко, вот такие слегка легкие были пощипывающие движения. Ощущение такое, даже немножко небольшое жжение. Я вначале как-то даже насторожилась. Думаю, может ее лучше снять, чтобы покраснений не было на коже. Но затем стала держать дальше. И вот сошел на нет этот эффект. И маска великолепно работает. Действительно, она прекрасно матирует кожу. Она немного сужает поры. Выбеливает тон лица. В общем, я осталась очень довольна этой маской. И обязательно буду ее еще повторять. Вообще маски эти шикарные. Конечно, здесь широкая лекала. Ну, наверное, я не знаю, разработана, наверное, на разный тип лица. Но самое главное, что вот подходят прорези. И подходят на нос, вот в области рта. Все, в принципе, нормально работает. А там я немножко вот здесь, вот в уголках, я чуть-чуть ее заворачиваю. Закончился еще один продукт, который мне очень нравится. Один из моих любимых. Это средство для мытья посуды лимон и мята. Здесь очень приятный аромат махита. И на лето пользоваться одно удовольствие. Так, сейчас поправлю. А то у меня тут сейчас все попадает. Еще одно мыло у меня закончилось. Это Балийская идиллия. Вернее, вот я его только распечатала. И лежит у меня в ванной. Здесь кокос и гибискус. Но больше здесь аромат гибискуса с нотками кокоса. Еще один продукт. Это скраб из серии СПА. Здесь есть масло органы. Скраб такой вот, как ежевико, сиреневый цвет имеет. В нем есть скрабинки. Он просто великолепно скрабирует. Прекрасный аромат. И вы знаете, кожа после использования этого скраба настолько шелковистая, настолько вот она гладкая, обновленная. В общем, мне очень нравится, отличный. Дальше, что у меня закончилось. Это будут два продукта стайлинга для волос. Это лак для волос от Фаберлик. Очень люблю этот продукт. Он не склеивает волосы, не виден на волосах. Но за счет того, что в составе здесь есть акрилаты, он великолепно держит прическу, когда вот и, допустим, сильно увлажненный в воздухе, сухой в воздухе. В общем, отличный лак. Могу только посоветовать девчонке просто. Для меня вот на данный момент, он, наверное, я пробовала раньше другие лаки, самый лучший. Также у меня закончился еще один мой любимец. Это DD Spray. Если у вас фен без ионизатора, то есть без увлажнителя, обязательно используйте DD Spray, так как он прекрасно защищает волосы, то есть он их увлажняет, защищает от пересушивания феном. И вот здесь следующие функции. Придает объем и упругость, обеспечивает управляемую укладку и подвижную фиксацию, защищает волосы до температуры 220 градусов Цельсия, снижает ломкость во время укладки, защищает волосы от секущихся кончиков, не склеивает, фиксирует без утяжеления, придает послушность волосам, снижает пушистость, создает глянцевый блеск, легко расчесывается, счесывается и смывается и действует в течение всего дня. Действительно он помогает и укладке лучше держаться, и небольшой объем волоса. В общем, я очень довольна. Еще одна парочка у меня закончилась. Это серия Faberlic Expert. Это шампунь и это кондиционер для окрашенных волос. Я очень люблю в этой линейке серию с маслом Амлы. И вот эту серию я тоже очень полюбила. Здесь шампунь прозрачный, но он хорошо промывает, не спутывает волосы. Для меня пахнет красной смородиной. Долго не могла понять, чем пахнет, но аромат красной смородины. Очень приятно. Я не люблю в отдушках черную смородину, а вот здесь мне прям нравится, как пахнет и как работает эта линейка. Бальзам великолепно. Волосы делает такими вот рассыпчатыми, очень блестящими. И действительно лучше, вот как-то сохраняется яркость после окрашивания волос. Дальше следующее, что закончилось, это будет еще один кондиционер для детского белья с алоэ верой. Я вам говорила, что у меня их закончилось два. Но так как полтора месяца и еще вот начала пользоваться я в конце мая. Дальше следующее, что у меня закончилось, еще одно мыло. Океаны Кейптауна, здесь протея и водяная лилия. Тоже Фаберлик, недавняя новинка. Но это мыло очень быстро теряет свою отдушку и на коже аромат не слышен. Еще один товар хочу показать. Это конжаковый спонж. Я уже один выбросила и вот второй достала в использовании. Хорошо очищает поры, очень приятен в использовании. Прекрасно им умываться. В общем, я довольна этим продуктом. Дальше следующее, что у меня закончилось. Давайте, наверное, я сейчас, чтобы ничего не упало, аккуратненько переставим с вами. Закончился у сына шампунь и гель для душа 2 в 1, 8 элемент спорт. Таких будет 2 флакона. Вы знаете, чем он ему нравится? То, что здесь очень приятный аромат и он кремовый. То есть в основном у нас в Фаберлик многие такие продукты идут гелевые, а он кремовый. И вот за счет этого получается, как и крем-гель для душа и кремовый шампунь. И ему очень нравится. Один из любимых гелей для душа, это, конечно же, девчонки Пурту Жур. Я его просто обожаю. У него для меня божественный аромат. Настолько он парфюмированный, что пахнет здесь и сам флакончик, и на коже где-то полчаса, наверное, точно аромат слышен. В 11 каталоге он будет по акции, обязательно для себя его куплю. Следующее, что закончилось, это тоник Oxiology, абсорбирующий для комбинированной кожи, не содержит спирта. Очень мне нравится этот тоник, обожаю им пользоваться. Дальше следующее, что закончилось, это будет средство для чистки ванной комнаты. Постоянно покупаю, люблю этот продукт и без него уже никуда. Мне нравится, как он работает в ванной. Закончилось средство для чистки туалета. Это еще у меня первая версия. Есть еще один такой в запасах. И сейчас я пользуюсь новым 5 в 1 с лимоном. С лимоном мне понравилось больше. Во-первых, там отдушка лимонная, очень приятная. А во-вторых, но все-таки он такой, наверное, у нас идет более улучшенный. Давайте я поставлю вот так сюда пакет, чтобы не мешал. И буду дальше доставать вам средство. Следующее, что закончилось у меня, это свежитель для помещений. Это свежитель зимние ягоды. Очень здесь вкусный аромат. Но настолько он вкусно пахнет. И вы знаете, где-то минут 20 вот в ванной комнате, в туалете его слышно. Поэтому мне он очень понравился. Сейчас пользуюсь я новинкой тропическим. И также неплохой. Еще один гель для душа из серии SPA. Органа и лотос. Эта серия у нас идет сокровища Востока. Здесь натуральное масло органы. Такой кремовый гель для душа. Цветы риски имеет и очень приятно пахнет. И вы знаете, он настолько густой и хорошо увлажняет кожу. В общем, я им очень довольна. Еще одна маска. Это маска обновления, которая мне полюбилась. У меня вот клиентка в первом заказе взяла такую маску. И вот в третьем заказе она заказала для себя повторно. Ей тоже она понравилась. Здесь 100% экстракт алоэ, пантенол, бисаболол. И обладает восстанавливающим действием. Маска придает упругость, эластичность, выравнивает поверхность, улучшает цвет. Все эта маска делает. Вы знаете, вот она, я бы сказала, вот я пробовала увлажнение и вот детокс. Она вот, наверное, такая самая эффективная, что ли, самая сильная. Наверное, за счет того, что она обновляет. И вот очень виден результат после использования этой маски. Вообще маски вот эти классные. Еще вот три у меня остались. Тоже хочу их протестировать. Мыло любовное цветение. Очень люблю это мыло. Так же, как и мелодия Мейхоа. Очень здесь приятный аромат. И он сохраняется на теле. Еще одно мыло, ой, гель для душа, персидские мотивы. Здесь шафран и алибан. И вы знаете, здесь такой прохладный аромат унисекс. Я его не сразу поняла. Первый я подарила брату. Вот, потому что мне показалось прям мужской, когда вот из флакончика вдыхаешь аромат. А в ванной он очень приятно раскрывается. И в жару тоже я люблю его использовать. Две упаковки ватных дисков Белла. Это круглые диски, но они прошитые. И мне они нравятся. Вы знаете, овальных пока вот в моем районе нет. Но я вот нашла одни овальные детские. И обязательно их прикуплю. Так как я все-таки больше люблю овальные диски. Дальше, следующая маска. Это маска увлажнения. Тоже тканевая маска. Здесь экстракт лотоса, водоросли, алантаин. Эта маска увлажняет кожу, сохраняет молодость, улучшает цвет. А гиалуроновая кислота прекрасно увлажняет кожу и повышает упругость. Вы знаете, тоже отличная маска. Я уже вам говорила, что когда я ее использовала, стала умываться. И прям капельки воды скатывались по лицу. Потому что настолько была увлажнена превосходно кожа. То есть, эта маска тоже работает. И я очень довольна. Еще одна масочка у меня закончилась. Эта маска с активированным углем из серии Beauty Lab. Эта маска идет для комбинированной кожи больше. Матирование и очищение. Тоже великолепно матирует и классно работает. Я знаю, вернее, наверное, многие знают, что маска пузырится, пенится на лице. Очень тоже приятный аромат. И, кстати, у всех этих масок аромат легкий. Он очень нежный и ненавязчивый. Это мне тоже очень понравилось. Вот, например, у масок Beauty Lab лекала больше, так как это маски, по-моему, или корейские, или китайские, лекала меньше. То есть, они больше разработаны на азиатский тип лица. То есть, когда маленькое лицо. Но вот если крупное лицо, то маска будет удобнее тканевая от Faberlic. Так как они выпускаются, по-моему, в Ленинградской области. Написано еще по-старому. То есть, они, эти маски наши, российские. Еще одно мыло. Это французский десерт. Здесь настоящий аромат топленого молока. Очень приятный. Еще один шампунь гейт для душа. Закончился. Зубная паста. Экстра свежесть. Еще одна. Так, дальше хочу вам показать жидкость для снятия лака. Это La Fresh, по-моему, так, без ацетона. Но вот вы знаете, мне больше нравится, постоянно показываю, с красной крышечкой вам от Новой Зари. Так как там она специально для таких ломких ноготков. А здесь вот более такой, ну, резкий аромат. В принципе, он не раздражающий, но более такой вот насыщенный. Закончился у меня следующий продукт. Это очищающая мицеллярная вода для чувствительной кожи. Немножко отсвечивает. Не было горячей воды. И вот, ну, почти, наверное, где-то 3,5 недели у нас ее не было. И мне хватило этого флакона. Ватным диском наносила. Удаляла тушь. А затем умывалась. Ну, так как холодной водой не совсем приятно. Была отличная мицеллярная вода. Действительно прекрасно удаляет макияж. И самое главное, что не раздражает. Поэтому подойдет для чувствительной кожи, для тех, кто носит линзы. Вообще, вот, на мой взгляд, эта вода самая лучшая в компании Фаберлик. Вы знаете, когда очищаешь ею лицо, вот, допустим, тоже вот от тональной основы, не только глаза, а потом умываешься. И такой вот эффект какой-то вот подтянутой кожи, как будто вот проскрабированной. Скорее всего, здесь есть в составе, наверное, вот специальный комплекс. Да, здесь вот указано, что есть комплекс, который стимулирует синтез коллагена. Оказывает успокаивающий эффект при раздражении. А есть еще провитамин В5, который увлажняет и разглаживает кожу. Так что, действительно, отличнейший, просто отличный. Вы знаете, он дороговат, но всегда беру его по акциям. И все-таки я скажу вам, что по акциям получается недорого. И я советую вам попробовать это средство. Следующее, что у меня закончилось. Еще одна маска для ног с алоэ вера. Мне также нравится. Серия про ноги. Я ее использовала утром. То есть, по утрам все равно вот я такие кремы вот для ног и маски использовала. А гладкие пяточки в основном на ночной ног. Да, и на ночь тоже и вот этой маской пользовалась. Также мне она нравится, как она работает. Еще одна мыла оливковая от Невской косметики закончилась. Мыла бюджетная, но она неплохое достаточно. Еще один гейд для душа, который я использовала как жидкое мыло. Это два в одном. Яркий Мадагаскар. Просто у меня закончилось жидкое мыло. Посмотрела свои запасы. Нету. Но я взяла дозатор, перекрутила и сюда использовала. Так как все-таки здесь гелевый продукт. И мне больше кремовые нравятся на тело. А этот неплохо пошел на руки. Дав еще один дезодорант. И этот дезодорант свежесть гранаты и лимонной вербены. Тоже очень приятный такой. Очень вкусный такой летний аромат. Вкусненький. Прямо вот как ягодный такой. Не раздражающий. Мне очень нравится. Дальше следующее, что у меня закончилось. Это будут два продукта от Avon. Это вот последнее, что у меня было, девчонки, в запасах. Вот мне очень нравилась эта серия. Серия Natural с увлажнением и цвет. Гранаты, масло камелии для окрашенных волос. Просто отличная. На моих волосах работает великолепно. Вообще, эта серия бюджетная. Я знаю в Avon. И я там раньше пробовала разные, но мне не подходили. А вот эта серия просто отлично подошла. Здесь шикарная маска. И аромат держится на волосах. Не знаю, может быть, если мама будет заказывать, то обязательно для себя возьму. Но вот у меня уже, честно, вот уже все, то, что было в запасах, я все использовала. И уже нету вот этой линейки. Я бы с удовольствием ее повторила. Дальше следующее, что у меня закончилось. Один из моих сейчас любимых продуктов. Мой фаворит. Серия Oxiology. Это линейка легендарный кислород, где максимальная концентрация кислородного комплекса. Это кислородный активатор. Это у меня уже заканчивается вторая упаковка этого продукта. Я сейчас использую увлажняющую серию для лица. И мне очень нравится, как работает. Вот на этот продукт лучше ложится тональная основа. И вообще продукт просто шикарный. И вот увлажняющая серия кремов от Oxiology. Ну, я не знаю, это настолько великолепный продукт. Попробуйте, девчонки, вы не разочаруетесь. Она подходит для всех типов кожи. Просто шикарно работает на коже. Закончился у меня крем для кутикулы. Увлажнение, смягчение. Здесь есть масло ЖЖБА и витамины Е и Ф. Очень люблю это средство. Есть постоянно в запасах. У меня одно в ванной, одно в столике вместе с лаками лежит. И вот постоянно использую. И иногда на кутикулу наношу как масочку. Дальше следующее, что закончилось. Это две туши моих любимицы. Первая Push Up. У нее идет фибровая щеточка. Но щеточка имеет такие вот меленькие щетиночки, как иголочки. Она действительно великолепно пушит. Делает объем и уголь на черные ресницы. Но есть одно но. В жару может, когда только нанесли, вот здесь немножко отпечататься. А так, в принципе, тушь отличнейшая. Очень ее довольна. И вторая моя любимица Dry On Roll. Сейчас вот в жару ею активно пользуюсь. Очень мне нравится. Здесь силиконовая щеточка в форме ложечки. Великолепно выстраивает реснички. Разделяет, делает их объемными пушистыми. Не осыпается. В общем, для меня одни плюсы. Кстати, в следующем каталоге в 11-м на нее будет идти просто потрясающая цена. Поэтому, девчонки, ловите. Я думаю, что если в начале каталога не будет, то к середине каталога ее добавят. Следующее, что у меня закончилось. Это маска Platinum. Ночная маска. Можно пользоваться так же, как и кремом. Здесь есть кислородный комплекс. Очень мне полюбилась эта маска. Есть у меня такая в запасах. Но пока очень жарко. Вот сейчас, наверное, к осени планирую ее пользоваться. Закончилось кальциевое молочко для ногтей. Вы знаете, я заметила, что когда использую кальциевое молочко, то ногти становятся более сильными и они лучше растут. Действительно, наверное, у меня все-таки оно самое любимое в использовании. Первый флакон не поняла. Как-то начал мне сушить немножко ногтевую полость. Но сейчас, в принципе, все нормально нравится использовать. Также я выбрасываю гель для бровей из молодежной серии Броуфикс. Просто он уже у меня давно и пришел в некодность. Вы знаете, как-то я редко пользуюсь такими продуктами. Я перед тем, как оформлять свои брови, когда использую из серии Эксперт невидимый консилер, вот сюда под глазки, немножко наношу его и на брови. То есть остатки, то, что у меня осталось с пальца, распределяю. И они, в принципе, не лохматятся в течение дня, неплохо держатся. Сразу как-то вот направление им задаю. И иногда еще использую я гель для роста бровей. Он тоже как-то немножечко фиксирует, а затем их заполняю. Поэтому, ну вот, пользовалась редко этим продуктом. Следующее, что у меня закончилось, это топовое покрытие от Диваж. Я вам его показывала. Вы знаете, у нас в компании Фаберлик покрытие 72-58 долго не было на складе. Кстати, я вчера делала заказ, девчонки, и у нас на складе это покрытие было. Оно идет по выгодной акции, поэтому смотрите, может быть, у вас тоже добавили это покрытие. Вот это покрытие от Диваж ничем не хуже. Они очень схожи по своему действию, но от Диваж в магазине стоит дороже. Так как больше накруток идет, это все естественно. Быстро сохнет. Вот я читала отзывы вначале, некоторые, вот даже вот продавец в магазине Магнит Косметик говорила, что у нее свои ногти хорошие, и у нее где-то дней 10 с этим топом держится лак. Но у меня где-то, наверное, максимально это дня два. Ну, то есть, в принципе, так же, как и с нашим покрытием 72-58. Но быстро сохнет, хорошо выравнивает, отлично подошел для лака Фаберлик и вот пользовалась огромным удовольствием. Если Фаберлик будет пропадать 72-58, то это будет моя палочка-выручалочка. Также, вы знаете, я зашла потом в другой магазин косметический, увидела по акции, по-моему, 111 рублей стоил такой же вот продукт. Вот это тоже топовое покрытие, только вот они чем отличаются, это идет в стальной упаковке, а это идет в такой розовой. И вот то, что в розовой, указано, что это идет плюмпинг, то есть, для большего объема покрытия. Оно тоже неплохое, но вот если их сравнить, то вот это стальное мне понравилось больше, чем тем, что оно быстрее сохнет. Вот это для объема дольше сохнет, оно чуть гуще и оно действительно придает вот такой эффект, как будто вот у вас гель-лак на ногтях еще больше. То есть, еще больше вот такой 3D эффект дает, но сохнет дольше, вот поэтому в этом оно проигрывает, вот этому первому покрытию. Если буду покупать, то только вот это в серой упаковочке. Ну, вот такие были мои пустые баночки, надеюсь, никого не уморило, их много, но все-таки за полтора месяца скопилось много. Знаю, что некоторые бывают, девчонки удивляются, как столько можно использовать. Вы знаете, всегда говорю, попробуйте копить, у вас будет их не меньше. Я тоже раньше думала, что да, ладно, там выкинула 2 пузырька шампуня, там еще чего-то, флакон геля. А нет, на самом геле всего скапливается всегда много бытовой химии. Итак, давайте я посмотрю сейчас, как себя повела помада. Вот много я разговаривала, сейчас гляну. Ну, вы знаете, вот здесь вот растеклась, все-таки да. Вот оттенок каштановый, он немножечко подвпитался в губы, и он, то есть уже такой вот глянцевый блеск сошел, и вот здесь вот она растеклась. Поэтому нужен карандаш. Вот пока ее носила вечером, летом, больше часа на улице, я не разговаривала так много. Ну, понятно, что разговаривала, но не настолько много, но такого не было эффекта. А вот сейчас, когда без конца тараторишь, то немножко растекается, нужно следить за губами. Поэтому все-таки помада Рената, еще раз хочу сказать, вот эти красноватые оттенки, они склонны к растеканию. Особенно этим грешит красный оттенок, он просто даже молчать будет, и через полчаса растечется. А так, в принципе, помадка очень мягкая, она комфортная, в ванильный приятный аромат. Но все-таки я буду пользоваться с удовольствием, мне нравится такой оттенок. Не всегда встречаются такие оттенки помад. Вот осенью, зимой, я думаю, что будет у меня одним из любимых. На этом говорю пока-пока, пишите, что закончилось у вас, оставляйте свои отзывы. Ваши отзывы полезны не только мне, но и всем гостям и подписчикам моего канала. Говорю пока, до свидания, с вами была Виктория, до новых встреч!